Стратегия благоустройства, городское пространство, комфортное проживание. Эти направления, пожалуй, одни из самых важных в развитии любого города. Но зачем нам любовь, когда у нас есть свой родной город Волгоград? Чем живет и как развивается сегодня мегаполис? Все эти вопросы, а также многие другие. И я, Марина Зинченко, и уважаемые эксперты адресуем сегодня нашему гостю. У нас в студии глава Волгограда Андрей Косолапов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Очень приятно, что вы нашли время в своем плотном графике. И все-таки приехали к нам на программу, чтобы обсудить с нами волнующие, актуальные темы, которые сегодня волнуют страну и Волгоград в частности. Но вот главное событие для Волгограда, это, конечно же, и в этом году, и в следующем, это, конечно же, празднование 75-летия победы в Сталинградской битве, победы нашего русского оружия. По этому поводу есть даже указ президента Владимира Путина. И вы принимали участие в первом оргкомитете по подготовке празднования. Как город, ну, скорее, как городские власти готовятся к этому важному, знаковому событию для всей страны? Действительно, 75-е годовщина победы под Сталинградом – это федерального, международного значения праздник. Привлечено внимание высшего руководства страны, лично Владимира Владимировича Путина. Также руководство поставило задачу отметить это. На данный момент мы все с вами видим, как ведет подготовка. То есть у нас благоустраиваются памятные места, у нас ведется непосредственно работа в школьных организациях, в детских учреждениях, в студенческих, высших учебных заведениях по привлечению молодежи. Существует даже такая работа, связанная в Комитете по делам молодежи, в принятии участия в организации всех мероприятий практически всех масс. Мы хотим два поколения совместить вместе. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны, участницей в Сталинградской битве достаточно мало, поэтому к ним сейчас повышенное внимание, потому что люди пожилого возраста к себе так требуют нежного и более внимательного отношения, и с ними ведется плодотворная работа на протяжении всего периода, а сейчас она более ответственна стала. Мы с вами должны понимать, что на празднование 75-летия годовщины в Сталинградской битве переведено очень большое количество гостей, как с федерального, так и международного уровня. Поэтому здесь мы ведем работу и по благоустройству города, непосредственно создание такой среды, где было комфортно нашим гостям привести этот период времени. Что касается Ургкомитета Победы. Да, действительно, 20 апреля 2017 года Волгоград принимал активное участие в заседании комитета. Основным вопросом было в рамках подготовки к 75-летию, это защита исторической памяти, исторической правды о значении Великой Отечественной войны непосредственно Советского Союза. Как мы с вами понимаем, многие политики сейчас западной направленности, они хотят несколько переписать историю, и мои посещения как представительные функции я выполняю непосредственно за рубежом, я заметил некоторые особенности поведения непосредственно за границей некоторых политиков. Такая агрессивно направленная, то есть нет, нет и нет. В результате чего мы на Ургкомитете в городе Волгоград доложили президенту о той работе, которая делалась на протяжении трех лет и в рамках исполнения указа 75-й годовщины, это связано с большим количеством проведения выставок именно исторической направленности, где представлены были фотодокументы из ведущих архивов музеев Великой Отечественной войны. И эта выставка презентовалась у нас в Брюсселе, в Европарламенте, благодаря депутату Европарламента Ирже Машталко. Дальше у нас эта выставка пробыла уже в восьми городах Европы. И вы знаете, для меня было удивительно, что она получила действительно очень большое внимание. Я даже сделал некоторый эксперимент, на открытии выставки всегда много людей, но я заходил вечером или на следующий день уже непосредственно в выставочный зал и все равно видел большое количество молодых людей, что мне было очень интересно, очень большая. И я увидел тот информационный голод, который присутствует из выходцев из России, из Советского Союза бывшего, непосредственно к этой информационной теме. В результате чего мы здесь получили поддержку, и выставка также будет экспонироваться и далее того. И хочу бы напомнить, что в 75-е годовщину у нас самое большое событие, которое будет, это 19 ноября, город Калач у нас на Дону, город воинской славы, где сейчас полным ходом идет благоустройство городом, где идет также возведение новых памятных стел в городе Калача-на-Дону, которые свидетельствуют о начале контрнаступления 1942 года в районе Сталинграда. ФОСИО это будет 2 февраля непосредственно 2018 года. Здесь мы также ведем активную работу с нашими международными коллегами, с коллегами непосредственно федерального значения, то есть наших городов в России. Ждем большое количество гостей. Для этого мы даже сейчас организуем, подготавливаем форум мира, который будет проходить в преддверии 1 февраля, а уже 2 февраля все основные массовые мероприятия, связанные с почтями и празднованием 75-й годовщины в Сталинграде. Ну, раз уж вы упомянули 20 апреля, вот заседание оргкомитета, вами было предложено на этом оргкомитете создать в городе Герои Всероссийский Центр народной дипломатии. Как у нас вообще получается в этом направлении? Ну, данную работу мы начали вести уже с 2014 года. Тогда у нас родилась идея при поддержке, идея была Андрея Ивановича Бочарова, действительно поработать в области народной дипломатии в городе Волгограде. И мы провели тогда в октябре первый форум, диалог на Волге, куда были приглашены наши города-побратимы. В октябре 2014 года, да? В 2014 году. Я хочу заметить всем, почему именно Волгоград. Дело в том, что Волгоград это родоначальник побратимского движения во всем мире. Еще в 1944 году, тогда первый самый договор побратимства был заключен между английским Ковентри и советским Сталинградом. И отсюда вот эта первая волна уже пошла, пошла развиваться по всему миру. Сейчас 45 городов. Сейчас 45 городов-партнеров городов-побратимов в Волгограде. Мы реанимировали все связи, которые несколько затихли в последние десятилетия, тем самым получив новый статус. И вы знаете, мне было очень отрадно, что президент услышал нас. Действительно, протокол этот был подписан и утвержден, что Волгоград все-таки это центр народной дипломатии. Мы продолжаем эту работу и дальше. И вы знаете, большие очень-большие у нас победы, скажем так, есть уже на данном пути. За этот короткий промежуток трехлетний форум уже стал традиционным, ежегодным. Буквально в прошлом году на форуме принимало участие свыше 200 участников. Это мы сейчас про форум «Диалог на Волге». На следующий год мы также планируем его проводить и уже в более расширенном формате с привлечением уже первых лиц государства. Здорово. Александр Леонидович, Волгоградский государственный университет принимает непосредственно участие на его базе. Это центр народной дипломатии базируется. Как вообще молодежь к этому относится? Ну, Волгоградский государственный университет – это один из участников этого проекта. Я думаю, что сила проекта народной дипломатии, его, в общем-то, значение для нашего города двоякое. Ну, во-первых, в том, что он меняет традиционный имидж Волгограда, переключая внимание с военных ценностей, которые на Западе почему-то воспринимаются только как милитаристские, на ценности созидания, на ценности диалога, переговоров, решения назревших проблем. Это очень важное изменение, корректировка общего имиджа и дополнение, которое, без сомнения, пойдет на пользу. А во-вторых, суть проекта ведь в том, чтобы не только студенты, не только вузовские студенты, но и разные группы населения включились в этот процесс. И очень важно, что на тех форумах, которые под руководством при активном участии городских властей Волгограда проходят, участвуют не только студенты и вузовские преподаватели. Такой центр есть у нас в университете, я не хотел бы о нем слишком много говорить. Но участвуют другие группы населения. Ну, например, предприниматели, журналисты, общественные активисты, творческие работники. Потому что, как показывает опыт общения с нашими зарубежными коллегами, есть очень большая востребованность диалога именно профессиональных сообществ. И именно этот диалог, он позволит не только добиться взаимопонимания, но и выйти на обсуждение, ну, актуальных проблем городской среды. Ну, в частности, диалог архитекторов волгоградских и архитекторов европейских городов позволит действительно взглянуть на проблемы реорганизации городской среды иначе. Так что я думаю, что у этой формы работы очень большие перспективы. И очень хорошо, что нашелся человек, который поддерживает, вот, так сказать, эту линию, не дает, не дает заглохнуть этой теме народной дипломатии, которую раньше почему-то сводили только к форумам. Вот то, что делает наш гость, очень важно для того, чтобы в течение всего года вот эта тема народной дипломатии, она не сходила с повестки дня. Андрей, ну, вот ты как политолог, как специалист по международным делам, вот скажи, пожалуйста, что может Волгоград приобрести от таких связей международных? Как-то вот опыт обогатиться? Ну, на самом деле, не только Волгоград, и страна в целом приобретает. Вот то, что сегодня связываются те проекты, которые связываются с именем Андрея Косолапова, кстати, в Волгограде, именно тогда, когда он возглавил городскую думу с долговой города, именно в эти вот вводы произошли как раз эти существенные подвижки, связанные вот с тем явлением, которое мы в свое время называли муниципальной дипломатией. Потому что вот Андрей Ломич сказал о том, что есть движение породненных городов, до городов-поворотимов и так далее. Она на самом деле имеет давнюю историю, но в значительной степени она превращалась, скажем так, в некие, особенно в позднее советское время или в 90-е годы она была мало кому интересным. В позднее советское время она стала вообще достаточно формальным. А сейчас идет определенная перезагрузка. Эта перезагрузка происходит особенно в последние два года. Это связано, так получилось, что как раз именно в это время Андрей Косолапов возглавил город Волгоград, стал главой, представителем городской думы. И одновременно в этом сложном периоде оказалась вся страна в связи с санкциями, с очень проблемным, скажем так, внешнеполитическим партнерством и так далее. И поэтому остается достаточно узкий коридор возможностей для политических маневров на международной сцене. И вот то, что делает сегодня Волгоград и то, что является примером для многих других городов, это движение, что мы называем муниципальной дипломатии. Оно на многом компенсирует или признак компенсировать определенные ограничения, которые есть в стране, скажем так, на уровне государственной дипломатии. Поэтому мы сегодня это наблюдаем. Вот Андрей Владимирович не сказал о том, что очень успешные были визиты, связанные в рамках проекта «Продненные городов, городов-побратимов». Я бы хотел дополнить, что, насколько мне известно, тот же город Ковентри, который является нашим главным, самым первым братом, он на самом деле тоже готовится к 75-й годовщине. Да, я об этом готов был рассказать. Да, конечно, потому что это очень интересный эпизод, который очень диссонирует с тем, что сегодня происходит в некоторых других странах. Давайте не будем из темы уходить, пожалуйста. То, что сейчас происходит в высшей политике, мы так очень вежливо и интеллигентно это обходим путем прямого общения между нашими муниципалитетами. И мы буквально недавно получили письмо с администрацией города Ковентри, которые готовы не только реконструировать памятник, посвященный Сталинградской битве, они готовы его модернизировать и установить на главную площадь города Ковентри с дальнейшим благоустройством вокруг, тем самым придав статус значения Сталинградского сражения вообще во Второй мировой войне. Это дорогого стоит. Это, по-моему, уникальный вообще. Сегодня это уникальный событий. Да, на поне того, что еще идет война с памятниками сейчас идет. Следующий еще момент, да, у нас вот не только заканчивается форум, и к чему приходит обмен нашими мнениями между городами, партнерами, побратимами. У нас огромное количество в течение года существует обмен в области образования, культуры, искусства. То есть наши дети выезжают непосредственно в другие города по какой-либо направлению. Самое масштабное было, это в прошлом году наш детский симфонический оркестр давал выступления в Острове, в Праге. То есть это дорогого стоит действительно, и было воспринято просто нора. Наш коллектив Волжаночка танцевальная выезжал в Китай, выезжал в Европу. Одно дело, когда взрослые дружат, другое дело, когда дети общаются. Студенты наши выезжают непосредственно в наши города, студенты, принимаемые из других наших городов, партнеров. Здесь уже обмен идет в области образования. Огромная работа, да? Плюс мы подходим потихонечку к экономике, к предпринимателям, которые действительно узнают изнутри ту позицию, которую занимает город, узнают город Волгоград, он становится более знаменательным, более известным и более таким притягательным в отношениях. Это очень интеллигентно, вежливо. Мы в пику всех санкций ведем плодотворную работу. Еще одно направление в работе вежливых людей, да? Но другая межвежливая дипломатия. На самом деле, я считаю, что это большая удача, что сегодня Андрей Косалапов с нами разговаривает и общается с телезрителями, потому что вот об этом направлении работы Волгограда вообще мало что известно, на самом деле. Это известно очень у ограниченному кругу людей. И вот сегодня, на самом деле, когда вы готовились к программе, я узнал об этом событии, связанном с Ковентри. Это событие всероссийского масштаба, потому что на том фоне, еще раз акцентирую внимание, в тот период, когда наши памятники советским солдатам разрушаются практически в значительной части стран Восточной Европы и когда, ну, пока наша российская дипломатия мало что может государственно сделать, чтобы остановить или претратить эту вакханалию, в это время Волгоград, благодаря тому, что тихо, спокойно, вежливо работает с городами-побратимами, в частности, с Ковентри, да, он решает вопрос о том, что монумент, посвященный Сталинградской бюлзе, будет теперь стоять на главной площади в одном из городов Великобритании. Это очень важно. Это сенсация, на самом деле, политическая сенсация, о которой, на самом деле, еще нужно много говорить. То, что выставка о значении Сталинградской победы проходит непосредственно в сердце Европы в Брюсселе, тоже о многом говорит. Да, да, да. И за три года Волгоград, в принципе, достиг определенного авторитета, мы являемся уже вице-президентом Международной ассоциации городов, породенных городов. В следующем году у нас будет проходить здесь уже исполком ассоциации городов-посланцев мира, и уже принято такое решение, что в 2019 году, когда будут выборы президента, Волгоград возглавит эту ассоциацию. Это организация, которая существует при организации объемных наций и имеет определенный вес. То есть это очень значимо. Планы вот на недалекое будущее. Это уже недалекое будущее, но за такой короткий период, действительно, мы с такой плодотворной работой показали всем пример, такой яркий пример. То есть Волгоград сейчас идет впереди планеты всей. Андрей Владимирович, ну вот... Путин сказал в свое время, как же побеждать без Сталинграда. Вот эти победы, они уже есть. Да, да, да. Волгоград, центр народной дипломатии, вот это вот звание, что ли, города, да, оно ко многому обязывает. Вот к нам будут приезжать много иностранных делегаций, и сейчас приезжают. Город вообще готов встречать иностранных гостей, гостиницы, благоустройство, какой-то досуг. Не будут они там скучать у нас? Нет, не будут. Мы сейчас говорим с вами о городском пространстве, которое существует, окружает нас. Мы действительно за последние три года видим глобальные изменения, которые происходят в городе. У нас всю жизнь была такая ситуация проблемной дороги, да, и мы видим, что ямочный ремонт, такой косметический ремонт, который проходил на протяжении многих десятилетий, к чему хорошему не приводит, как результат, приходит весна, и все это ямочный ремонт смывается. Поэтому подходить теперь начали более глобально, непосредственно сейчас мы видим, какие изменения идет, капитальный ремонт основных магистралей, мы видим, что с нами, первым, что было сделано, это под контролем, личным контролем, Андрей Иванович, это прокол тулака, который двадцатилетиями стоял, наконец-то он закончил. Первая магистраль практически готова, вторая продольная заканчивается, третья продольная в ремонте. В этом году уже заканчиваем нулевую ракадную дорогу от Мамая-Кургана до Ворошиловского района. Вообще у нас нуля вот, да, вот нулевая, да? Да, и при том, мы все с вами заметили, проспект Жуков, многие улицы-поперечники уже сделаны, и дальше продолжается эта работа. В экспертизе уже проект на четвертую объездную дорогу существует. Конечно, глобальная поддержка идет федерального центра, регионная непосредственно поддержка, личное участие, изменения мы эти видим. Мы с вами замечаем большое количество, у нас новых появилось парков. В каждом районе по два парка, по одному парку, но они появляются, при том парки благоустроены, с поливочным водопроводом, со скамейками, с спортивными площадками, с игровыми зонами, где наши жители могут проводить действительно время досуга с вами детьми. Интересы для всех, да? Да, также мы видим, как у нас благоустраивается непосредственно город с точки зрения его лица, фасадов здания, непосредственно с точки зрения замены старых деревьев на новые, более благородные сорта деревьев. В планах также у нас дальше, и мы уходим еще дальше непосредственно внутри дворовые территории, большое количество появляется новых у нас точек питания, общественного питания, и это при том очень высокого качества, действительно достойного такого высокого качества, где нам не будет стыдно перед нашими иностранными гостями. Мы с вами заметили у нас первое, что встречает иностранцев, аэропорт. Наконец-то международный терминал был сдан, сейчас идет строительство, и уже буквально на следующий год мы заканчиваем строительство второго терминала, где мы будем полностью обеспечивать авиасообщение с нашими городами, где жители будут действительно воспринимать наш город, непосредственно уже выходя из трапа самолета. То есть это очень заметно, и вы знаете, конечно, вот это вот то, что было упущено десятилетиями, наверстать в такой кратчайший период, а многие, конечно, хотят, чтобы это было быстрее, но эта работа ведется, контролируется, работа эта ведется, и в этом активно участие принимают и депутаты городской думы тоже. Ну, раз уж мы заговорили про благоустройство, обновление деревьев, вот вы упомянули, хочу сказать, что вот последнее публичное слушание, они проходили именно вот по поводу благоустройства, благоустройства поймы реки Царица, там общество у нас практически раскололось надвое, кто-то против резко, радикально против, кто-то за застройку поймы, но вот лично я ничего в этом плохого не вижу, много лет это место было пустырем, криминальными какими-то разборками отличалось, деревья засохшие, да-да-да, какая-то была помойка и заброшенное место совершенно, сейчас решили ее как-то облагородить, ну, можно понять, наверное, и тех, и тех, да, вот два лагеря, у каждого своя правда, но я не могу понять, почему люди против, из чего они опасаются? Нет, на самом деле ошибочно, что люди против, наверное, некоторая организованная группа людей против, большинство жителей, с кем мне даже приходилось... Хорошо подготовленные группы против, да. Да, с кем мне приходилось общаться, а они категорически за. Дело в том, что действительно место на протяжении многих лет в центре города, по сути, было таким пустырем, каким-то, вот, знаете, заброшенным местом. В результате сейчас мы увидели, что там построена уже детская железная дорога, офисное здание и образовательное здание. Идет строительство, также продолжение детской железной дороги. Заканчивается в этом году, уже буквально на днях, сдается у нас интерактивный музей, который также будет одним из мест притягательных, не как для жителей города, так и для наших гостей. Вокруг музей поймы река Царицы сейчас идет в благоустройстве, это поливочный водопровод, опять же, велосипедные дорожки, тротуары, зоны отдыха. Все это будет благоустроено, в комплексе сдано, с подъездными путями, с автомобильной стоянкой. То есть это достаточно очень интересно, и это место приобретет новый цвет, мне кажется, нашего города, и будет новой изюминкой. Ну вот, коллег, хочу журналистов своих спросить, Виталия и Женю, вот как вы считаете, что опасаются люди? Ну вот я не знаю точно, могу только предполагать, что люди боятся, что застройщик пообещает одно, будет совершенно другое, и вообще говорят, разве можно строить в пойме, там, почвы, ну, может быть, какие-то другие. Самая организованная группа протестов, это те владельцы гаражей, которые входят в зону этого гаражного кооператива. Но, насколько я знаю, последнее проектное решение было, что этот гаражный кооператив будет обойден, то есть они никто не пострадают, то есть, понятно, что люди боятся своей собственности, и свой гараж, конечно, им дороже, чем. Нет, ну людей, которые не надо обещать, обижать, там, и так далее. Нет, ну их понять можно, я говорю, то есть это право собственности, правило. Ну вот, еще приводят такой аргумент, что там блиндаж Еременко, если ты не ошибаюсь. Туда часто кто-нибудь ходил, этот блиндаж Еременко? О нем знали, горожане до того, как там выяснили? Я и про парк «Вдов», честно признаться, не знала, до того момента, когда вот это вот не развернулось компания. Да, и пока там одна из интересованных коммерческих компаний не захотела построить там кое-что на этом месте. Вы знаете, да, моя мама была в Сталинграде, непосредственно когда-то все это происходило, она 39-го года рождения, была эвакуирована в сентябре, прожила всю жизнь здесь. И я родился здесь, в Волгограде прожил, почему там и парки «Вдов» заговорили буквально как месяц назад, до этого никто никогда не упоминал об этом. Вы знаете, самосев деревьев, который называть парков, который перерос в бурьян полузасовшие кусты, называть парком, у меня язык не поднимается. Сейчас это все приводится к соответствию, действительно, с организованной высадкой деревьев, с поливочником, с тротуарами, со скамейками, с сурнами, в благоустроенную зону. Это дорого стоит. Это будет продолжение «Аллеи России». Всегда так было, Марина. Протестные группы, они всегда организуются по причине «Бабья Гопротив». Или как бы протестные группы. Да, с одной стороны, жалко деревья, которые вырубаются, с другой стороны, это деревья, которые… Их очень сложно привести в порядок, и они дорогие в обслуживании, и гораздо экономичнее, и правильнее посадить там новые сорта, новые деревья, которые будут и красивее, и дешевле для бюджета, для обслуживания. Потому что там борьба с теми же осекомыми, которые их съедают, и стоят голые ветки, но это все-таки, наверное, лучше новые деревья, чем эти голые ветки стоят. Мне кажется, еще люди просто не представляют или не верят в то, что это можно будет реализовать. Это глобальный проект. Люди вообще броятся перемены, по природе своей. И вот те заявленные, да, там, и зона для детского отдыха, потому что центром должен стать ГЦДЮ, который там сейчас тоже отстраивается. И люди пока не представляют, вот как это все будет. Для них это просто слова, и, соответственно, они... Ну, потому что, да, были примеры, когда обещали одно по столь и другое, и люди на основе это стоят сейчас. Мне кажется, что на протяжении многих и многих лет сложился такой менталитет, что многие жители наши потеряли веру. Да, что их просто обманывают. Где что-то начинается, какое-то благосостое, они думают, что это будет новый какой-то центр, или торговый, или ярмар. Они ищут везде корысть. Они ищут корысть везде корысть. А здесь действительно направление для жителей города, для гостей города-героя. Тем более это, в общем-то, идет... Александр Леонидович, вы живете практически против. На обороте это замечательное место. Я достаточно долго живу в Волгограде. Может быть, не так долго, как некоторые здесь сидящие, но очень важно, что наконец-то мы от разговоров перешли к конкретным делам, что мы начали благоустраивать, начали что-то делать. Потому что, насколько я помню, дебаты о судьбе поймы ведутся десятилетия. Десятилетия нам представляются проекты, и всегда находятся аргументы против. Всем мил не будешь. Тем более тем группам, которые специально организованы для того, чтобы создать вот эту иллюзию массово-народного протеста. Важно, чтобы процесс пошел, как сказал. Классик. Классик. И то, что там началось реальное благоустройство. А это значит, что рано или поздно мы увидим конкретные результаты. И эти результаты, я думаю, в целом будут позитивными. Мне это напоминает историю с созданием парка Баку. Да. Когда тоже возвращались. Такое было противодействие. Да. А потом оказалось, что люди хотят построить на этом месте, уже планируют построить дальше многоэтажки. Я думаю, что те, кто выступают против благоустройства поймы, тоже, наверное, планировали что-то там построить. Может быть, не жилые дома, но торговые центры или что-то еще. Либо там центры извлечений. Иннокоммерческие. Просто уже это переходит в некий фарс. Потому что очевидно, что здесь кроме политической подоплеки, разумных аргументов нет. Еще экономические есть. То есть усиление политической группы одной, это неизбежно ослабление другой политической группы. Поэтому та группа, которая проигрывает, она старается взять реванш. И старается взять реванш вот такими методами, которые, конечно, ничего не имеют общего. С интересами горожан, но имеют совершенно четкую ориентированность на ту группу, которая, в общем-то, делает этот заказ, размещает там такой социальный заказ. И, в общем-то, если посмотреть, да, в дальнейшем, то мы можем увидеть, что та же самая группа будет агитировать за какие-то другие проекты, да, более какие-то, может быть, ущербные, но которые входят в интересы вот группы, да. Не называй, конечно. Примерно те же самые люди выступали против замены старых маршруток на автобусы современные. Сейчас народ, естественно, были тоже, молчал, боялись, против. Сейчас, сколько мне дают сообщаться, люди довольны. Есть некоторые проблемы в местах, но они решаются в процессе внедрения новой схемы. Ну, город стал привлекательнее, и улица центральная, я как водитель, я думаю, коллеги тоже водителей, стало удобнее нам. Да, да, да. По нашим продольным это единственный, в общем-то, такой, как мы говорили, вид транспорта. И, поскольку частично закрывается транспортная схема автобуса и местного производства, то это еще и налоги в местный бюджет, региональный, из которого, в том числе, Елгород получает тоже деньги. Когда произойдет смена оператора еще, я так думаю, что станет, в общем-то, окончательно понятен замысел, в общем-то, городской власти. Ну, да, я тоже, как человек, который иногда за рулем ездит, я хочу сказать, что город поехал, вот центр города поехал, и очень удобно сделали развязку, да, вот улица Комсомольская и проспект Ленина, там всегда было какое-то просто столпотворение, сейчас как-то по-умному очень. Там именно светофор поставили, да. Я просто хотел бы еще про городское пространство, про парки, более мы заговорили, закончить. Мы забыли о нашем центральном парке культуры и отдыха, который превратился в запустение в последние годы, и сейчас он находится в глобальной реконструкции, на следующий год, я думаю, что будет закончен. Парк городов-побратимов, опять же, где мы можем пройти по парку и побывать в каком-то либо городе, ну, с точки зрения его оформления. Это очень интересно будет для туристов. Да и для вагоградцев тоже. Да, продолжая тему благоустройства, некоторое время назад городские инженерные сети отдали в руки частным инвесторам, концессиям, да, так сказать, у всех уже на слуху, концессия теплоснабжения, концессия водоснабжения. Вот скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, вы не сожалеете о принятом когда-то решении? На протяжении многих и многих лет предприятия абсолютно не модернизировались, в результате чего они потеряли свою эффективность как энергетического носителя. Потери составляли глобальные по воде. В результате чего в концессии водоснабжения депутаты Волгоградской городской думы приняли такое решение. Наш водоканал, мы отдали концессии водоснабжения в управление. Это на протяжении 30 лет будет вложено порядка 58 миллиардов рублей частных инвестиций, инвестиций в модернизацию, но при этом водоканал остается в собственности города. То есть мы через некоторое время получаем абсолютно новые современные системы водоснабжения, водоотведения. Это новые насосные установки, очистные сооружения, задвижки, гидранты, сами сети. И мы с вами видим сейчас в городе, какие идут глобальные работы по замене тепловых сетей, системы канализации и водоподведения. Конечно, надо потерпеть. Город на протяжении многих и многих лет просто ремонтировался кусочками. Вы помните эти частые разрития, через 5 минут опять разрития рядом. Сейчас меняется глобально целая система, то есть капитально подходит к этому. То есть современные трубы. Современные трубы, да. А главное то, что подход к этому действительно подходит профессионально. То есть меняется целая ветка целиком, система целиком, узел целиком, а не как раньше частично, а то ли вообще. Просто заварили и все. Прорыв происходит в соседнем месте. Из-за этого постоянное разритие, закапываем, разрыли, закапываем. Еще колышки вбивали. Дубовые, да легендарные. И при этом я хочу сказать, что плата за воду в Волгограде остается одной из самых низких в Южном федеральном округе. Если сравнить, у нас где-то порядка около 20 рублей, то в Ростове, в нашем соседнем городе, это 40 рублей за воду люди платят, за один куб. А на сколько же в Ростове тогда, если уже заговорили? У нас дело в том, что если взять другие системы концессии, то там появилась уже система ОАО. То есть у нас в Адганал, это МУП, то есть это наши городские субъекты, то там уже акционерное общество, которое к городу имеет отношение постольку, поскольку. А если бы не концессия, город бы сам не потянул, что бы было? Вы понимаете, по сути, 58 миллиардов рублей, это в три раза выше, чем бюджет города Волгограда целиком. Как вы думаете? Это просто нереально было сделать, тем более в короткий промежуток времени. А каждый год сейчас промедление грозил нам техногенной катастрофой. Я так понимаю, что работа концессии, в частности водоснабжения, настолько удачно оказалась, что год назад, в 2016 году, в Ростове-на-Дону вы присутствовали на всероссийском заседании, посвященном ЖКХ, и делились волгоградским опытом. Да, у нас было заседание в рамках Союза Российских Городов, где одно из наших, скажем так, позитивных таких побед, это подписание соглашения с концессией водоснабжения по передаче системы водоканала в управление, где я делился опытом. Непосредственно Волгоград представил экспозицию и прислал слайды по работе концессии. Мы разложили всю программу по годам, по цифрам, по сумме инвестиций, по тарифному регулированию, где, в принципе, она была действительно признана лучше. И по результатам, по-моему, в конце прошлого года, в декабре месяце, концессия водоснабжения города-героя Волгограда получила приз министра федерального значения. Ну и не могу не спросить, как председателя городской думы, у вас с этим может быть связано летнее повышение тарифов ЖКХ на 9,8%? Или как объясняете вы людям? Ошибочное мнение я хотел бы поправить. Мы изменили индекс расчета 9,8%. Рекомендовано 4,6%. Объясню, с чем это связано. На протяжении многих лет пользуются или популистскими методами, тарифы не поднимались из года в год. Или же это была какой-то направленной цель оприватизации системы в частные руки. Не было тарифа, те, которые существовали, те платы, они никак не смогли отразить расходы, связанные с содержанием этих сетей. В результате чего у нас водоканал ушел в, по-моему, 1,9 миллиардов рублей в долги. То есть, те расходы, связанные с содержанием в сети, они не собирались от населения, скажем так. А сейчас мы приняли индекс изменений, который участвует в тарифном регулировании. Это относительно величина. То есть, увеличение будет связано, допустим, я приведу пример абсолютных чисел. Это квартира двухкомнатная, средняя по городу Волгоград, где повышение сейчас с этим индексом будет всего на 200-250 рублей. Но не в два раза, как многие понимают. Это относительно, это индекс при расчете тариф. То есть, это плата за спокойное проведение отопительного сезона, без порывов. Более того, жители, которые будут также существовать в рамках льготных платежей, потому что они будут получать дотацию из нашего регионального бюджета, это все остается. Но это будет незначительное повышение, не в два или в три раза, как говорили. Ну, слава тебе, Господи. Мы говорили про это, Марина, очень долго. Ну, понимали все по-разному, видимо. Вот что значит настоящий эксперт. Да. Заметным событием начало сентября стали публичные слушания, на которых было принято проект решения о сокращении депутатского корпуса. И уже через год, в 18-м году, в сентябре, волгоградцы будут уже выбирать не 48 депутатов, а 36. Ну, это еще рано говорить, что не было заседания в Волоградской России. оно будет. Я думаю, что все будет там нормально. Ну, вот если заглянуть в историю, в 90-е годы, вообще в городской думе работало 24 депутата, да, в 2004 году. Есть еще куда сокращать? Да, согласно федеральному закону, депутатов стало 48, и вот спустя 14 лет мы возвращаемся опять к прежней схеме. Вот чем это вызвано, какие плюсы, какие минусы, может быть? Эта инициатива была у нас непосредственно связана с решением Андрея Ивановича, то есть моя инициатива была сокращение депутатского корпуса в связи с тем, что мы должны прийти к соответствию с федеральным законом. Федеральный закон для городов свыше 500 тысяч жителей предусматривает количество представительных органов не менее 35 человек. 36 это абсолютно такая нормальная цифра для Волгограда, и действительно было принято решение Волгоградской городской думы объявить о публичных слушаниях. Публичные слушания прошли 4 сентября, где жители практически единогласно поддержали это решение, в результате чего 27 сентября на заседании городской думы будет внесены изменения в устав города-героя, где у нас теперь численность депутатского корпуса председательного органа сокращается с 48 до 36, это будет 18 округов у нас, то есть получается у нас 18 будет одномандатных и 18 списочных количеств депутатов. То есть это более даже актуально, потому что у нас в областной думе сейчас 38 депутатов. Я думаю нагрузка конечно возрастет на депутата городской думы в связи с увеличением округа. Ну да, избирателей это больше, да, но это вы понимаете, что в новый созыв идут сейчас люди, они должны все это понимать, я думаю они будут трезво оценят нагрузку и сейчас должны прийти в думу те, которые действительно справляются, которые решают на месте задачи. Ну еще объясняли экономическими какими-то экономией, да, ну какая-то там большая экономия. На третье, что будет экономия. На треть? Ну сейчас 93 миллиона заложено на городскую думу в 17-м году. Ну при Гусевой было при Ирине Михайловне. Ну вообще за эти три года нам удалось сделать очень много. То есть мнение депутатского корпуса, вообще значение депутата мы действительно придали к тому знаменателю, который должен быть. То есть сейчас в новую думу пойдут те люди, которые должны решать вопросы общества, а не свои личные интересы, как это было. Вы сами-то пойдете, Андрей Владимирович? Я сначала спрошу у жителей, в своем округе нужен, если они меня поддержат действительно, то я тогда буду идти в думу. Если нет, то мы будем принимать другое решение. За три года нам удалось сделать достаточно много по сокращению. Если вы помните, в тринадцатом году, когда избирались депутаты Волгоградской городской думы, это был несколько такой большой масштабный бюджет на содержание представительного органа. В результате нам за три года удалось сократить его практически в три раза. Я вам скажу, что это лучший результат в России. То депутаты теперь не имеют служебных автомобилей, не имеют служебных телефонов, сокращены помощники, ну или на личном автотранспорте, не имеют денежного содержания депутат, то есть абсолютно мы так сказать изменили оценку нормотворчества. Они стали действительно народными депутатами. Да, то есть это такое сокращение. Более того, аппарат Волгоградской городской думы у нас представлял практически, мы сократили его в два раза. Там заместителей было только девять человек. У нас было девять заместителей, было 17 комитетов, сейчас у нас два заместителя, 10 комитетов. То есть мы вот это все привели действительно в соответствие нормальной работе. Более того, работа не то, что стала, она более эффективной стала, потому что понимание уже стало общее и обсуждение многих вопросов. Не надо разбрасываться там по девяти замов или по 17 комитетов, а решается все в одном месте, да, локально и целенаправленно. Внутри думы есть понимание вот от реформы? Вы знаете, внутри думы понимание есть. Некоторые депутаты, конечно, не поддерживают этого решения, но если исходить из здравого смысла и забыть про, скажем так, алчные черты человека, то это наиболее правильный и верный выход сейчас. А кто не поддерживает? Вот у коллег хочу спросить, хочу у коллег спросить, какие у вас прогнозы в связи с сокращением депутатов? Ну, я думаю, что время покажет, как будут работать депутаты, но ведь управление городом зависит не только от депутатов, так, но и от работы всего аппарата управления. Я думаю, что в жизни Волгограда произошли очень важные изменения, связанные с расширением полномочий районных администраций, а это связано еще и с расширением возможных финансовой самостоятельности. Это очень важно для нашего города. Я думаю, это улучшит управление. И у депутатов появится возможность лучше взаимодействовать с властью на местах и, значит, эффективнее выполнять и наказы избирателей, и решать те проблемы, которые возникают. И здесь же я хотел обратить еще одно внимание, что на фоне вот того, о чем справедливо здесь коллеги говорили, на фоне всех наших проблем большой политики, наши западные партнеры всегда проявляли большой интерес к городскому самоуправлению и к муниципальным сообществам. А Волгоград накопил и в прошлом достаточный опыт организации такого самоуправления и сейчас. И нам будет что показать. Нам будет о чем поговорить, это будет разговор содержательный. То есть, я думаю, что вот все, что мы делаем для улучшения Волгоградского городского управления будет иметь эффект не только в самом городе, но и в плане нашего взаимодействия и с городами России, с другими мегаполисами, городами-миллионниками Казань, Самара, Воронеж, Ростов и за рубежом. Так что я в этом отношении оптимист. Ну вот Андрей Владимирович сказал, что депутатов лишили многих благ, но скоро выборы, я думаю, что занять депутатское кресло меньше не будет людей. Андрей, вот как ты считаешь, депутатов будет меньше, борьба, наверное, за кресло будет вообще сильный. Я думаю, что сокращение количества депутатов и депутатских мандатов автоматически приведет к переделу избирательных округов, потому что по среднему по различным раницам добавится от 8 до 10 тысяч человек примерно в каждый новый избирательный округ. Поэтому в этом смысле, конечно, любым депутатам, которые сегодня работают в Думе, им придется уже работать с новыми депутатами, с новыми избирателями, в том числе, которые прибавятся. С ними что-то надо тоже будет делать, с ними надо будет как-то разговаривать, договариваться, убеждать их и так далее. В этом смысле, я думаю, что в любом случае новая избирательная кампания, которая там будет уже меньше, чем через год, начнется, она уже будет, наверное, будет интересной. Она будет интересной, даже если значительная часть нынешнего депутатского корпуса захочет, скажем так, продлить себе мандаты, то в любом случае ему придется уже работать в несколько другой среде избирателей. В то же время, я думаю, что такого рода изменения могут привлечь к себе все-таки интерес к этим выборам людей новых. Мы сегодня наблюдаем это на выборах в областную думу, когда на выборах в областную думу прошли люди, которые там Васин и Струх, которые никогда не были депутатами ни в городе, ни в области, для них это совершенно новая площадка и в этом смысле свежая кровь, которая в областном законсобрании появилась. Возможно, подобного рода тренды мы будем наблюдать на выборах в городскую думу. Я совершенно не исключаю, не знаю, Андрей Леонидович, как это прокомментирует. Я думаю, что можно ожидать значительного обновления или попыток значительного обновления депутатского корпуса. В то же время, понятно, что город-то большой, количество депутатов уменьшается, но количество избирателей это не уменьшается. Город по-прежнему миллионник, сохранение или выработка модели общения, постоянного диалога, постоянных коммуникаций между властями города и избирателями очень важна. Депутаты эту функцию частично выполняют. Но вот Александр Леонидович любит эту теорию о необходимости усиления влияния районных администраций и постепенного смещения управленческого напряжения именно в районы города. Мне кажется, вот это сокращение депутатского корпуса, его численности, оно, конечно, поставит на поездки вопрос рано или поздно, может быть, даже уже рано, необходимости создания каких-то еще дополнительных общественных институтов, с помощью которых могли бы выступать в роли миниаторов между властью и обществом. Может быть, это будут... В районах. В районах, да. Может быть, это районные советы, может быть, это районные общественные палаты. И здесь инициатива должна, мне кажется, исходить именно от городской думы, от жителей и от депутатов городской думы. Потому что вот этот посредник дополнительный, который может оказаться тем самым помощником городских депутатов, на территории конкретных районов городских, очень важным, который, с одной стороны, поможет снять существенно, еще, на мой взгляд, недопонимание между властями и горожанами. Не каждый день приходит, каждый день глава города и представитель городской думы и разъясняет телезрителям, горожанам отдельные положения, принимаемых решений и так далее. Андрей Владимирович, приходите каждую неделю, мы всегда вам рады. Это прекрасно. Но на самом деле, кто-то этим должен заниматься еще в повседневном режиме на конкретной территории. Мы видели вот эти выборы, которые прошли 10 числа, о важности работы от двери к двери. Вы именно победили во многих районах, во многих городах, во многих муниципалитетах, не только в области, но и в стране. Люди, которые ходили поддерживать и постоянные коммуникации с избирателями. Мне кажется, потребность такая вот в таких помощниках, в таких посредниках она будет. И это, с одной стороны, позволит создать определенный кадровый резерв на будущее для новых депутатских выборов, например, или для работы в исполнительной власти. С другой стороны, поможет преодолеть то, вот иногда, непрекаянное одиночество избирателей, которые не очень понимают, что власть делает. Вот те люди, которые будут разъяснять, пояснять и поддерживать постоянный контакт, постоянный диалог, в том числе и в партнерстве с городской думой. Мне кажется, создание такого механизма это важная вещь. Мне кажется, еще важно понимать, что выборы пройдут на фоне серьезного усиления регионального отделения «Единая Россия», так как это, в общем-то, основная партия, депутатов которой больше всего в представительном собрании, и в областной думе, и в городской думе. И если раньше региональное отделение это просто было какая-то прикладную функцию имело, то есть оно легитимизировало тех депутатов, которые заходили командным способом, то есть уже было известно, кто пойдет, кто возглавит и все проще. То есть сейчас региональное отделение проводит такую фильтрацию, и сейчас решают не кандидаты, пойдут ли они, а региональное отделение пойдет, готов ли кандидат, или соответствует он ожиданиям, соответствует ли он уровню доверия населения и так далее. И праймерис сегодня это, в общем-то, у них... Такой механизм, да. Нет, не просто формализация каких-то статусных полномочий, а именно, в общем-то, это работа и работа, оценку которой дает региональное отделение. Здесь, в общем-то, я думаю, тоже не все депутаты пройдут этот фильтр в региональном отделении, да, и получат поддержку, а без поддержки, в общем-то, выдвигаться... И раньше было, в общем-то, так проблематично без поддержки Единой России, а сейчас, в общем-то, это совсем гиблое дело, и многие это понимают, просто сойдут с дистанции. Не надо забывать все-таки пример соседней Астрахани, да, и последних выборов, которые были, опять же, 10 сентября. Все-таки важна не только поддержка Единой России, но и поддержка жителей в первую очередь. И, на самом деле, эти вещи, которые не должны противоречить друг другу в идеале, да, в Астрахани тоже были до выборы, вот мы сегодня вспомнили, до выборов в областную думу, да, и нас победили с разгромным результатом два единороса. Люди, которых поддержал Единой России, Волгоградская в этом смысле Единой России сделал очень верное кадровое решение, когда определился именно с этими кандидатами, потому что каждый получил 64-67% голосов около этих цифр. Но перед нами другой пример, до выборов в городскую думу Астрахани 10 сентября там тоже было два кандидата, которые шли от Единой России, они все проиграли выборы. Там сенсационная астраханская компания закончилась поражением единороссов, при этом единороссы в одном из кругов заняли только третье место. И проиграв место с одной стороны представитель ЛДПР, руководитель, кстати, управляющей компании, при этом руководитель управляющей компании выиграл выборы у кандидата от Газпрома. А во втором округе совершенно независимый кандидат, который без всякой партийной принадлежности выиграл выборы и тоже занял первое место. Поэтому критерий был именно один, потому что тамошняя Единая Россия Астраханская решила, что надо поддержать кандидатуру по просьбе одной уважаемой компании-монополиста, проигнорировав очевидные соцопросы, очевидные сигналы с места избирателей, которые посылали. В результате выборы закончили тем, что избиратели сделали выбор в пользу тех, которых они видели людей чаще. А какая же там явка была? Явка была очень смешная, там около 8% явка была в городе. Поэтому самая низкая явка. Это самая низкая явка в стране, вот в единый день голосования. Кстати, кто все желающие прочитать подробности об этих выборах, может прочитать сегодняшний сайт Независимая газета, там большой материал выбор как раз в Нижнем Поволжье. На этом, кстати, я анализирую ситуацию в Калмыкии, в Астрахани и в Волгограде. И, кстати, наш регион выглядит очень даже неплохо по сравнению с соседями в ходе избирательной камня, особенно с астраханцами. Так вот, ситуация астраханская, она показывает, что если предпочтение Единой России противоречит предпочтениям избирателей, то компания может быть совершенно другой. И в этом смысле Волгоградцы, которая сегодня, безусловно, Волгоградская Единой России 10 сентября на заслуженный чемпион, она заслуженную победу получила. Но вот этот сигнал, который мы сегодня наблюдаем от наших соседей, которые расположены чуть южнее, он не должен никого погружать в некое благостное состояние. Ну вот ты говоришь про Астрахань, я хочу сказать, что да, вот в единый день голосования у нас еще были сюрпризы, но вот то, что в большинстве регионов Единой России, кандидаты от Единой России заняли первое место, это, в общем-то, прогнозируемо и ожидаемо. И тут вот интрига скорее развернулась за второе место. В Москве яблочники победили с хорошим результатом. В Астрахани и Серы у нас во многих местах коммунисты, то есть, кстати, в Калмыкии тоже коммунисты везде второе место взяли. Поэтому можем говорить о том, что, в общем-то, борьба за второе место, она развернулась между, скажем, левыми или близкими к левым организациям. То есть, даже вот некий прогноз, который там подавали отдельный соцопрос о том, что в Михайловке, возможно, какой-то прорыв ЛДПРовцев, например, то есть, скажем так, право, право, скорее, националистической партии, да, или так вот, центристико-националистической партии. Мне это все не оправдалось. То есть, есть запрос, с одной стороны, безусловно, на сотрудничество, а избиратели готовы сотрудничать с партией Путина, как они воспринимают Единой Россию, или, в данном случае, с партией губернаторов, потому что, безусловно, эти выборы, это было еще и тестирование, скажем, работы внутри политического блока губернаторских команд, ну и, собственно говоря, определенный референдум, отдавая и самим губернатором. Я понимаю, что сегодня очень несоладки и дни для Александра Жилкина, губернатора Астраханской области, потому что этот референдум, он, конечно, мягко говоря, прошел, но в лучшем случае, частично, потому что там, к сожалению, для единороссов в той же Астрахани, они продули выборы не только в городе, в самом областном центре, но и в половине избирательных компаний глав сельских муниципалитетов. Это совершенно, там совершенно дикие тоже истории были, в которых, опять же, на мой взгляд, именно подкачал с одной стороны внутриполитический блок администрации правительства Астраханской области и самого губернатора. В Волгограде другая ситуация, здесь эта ситуация более успешна. И поэтому, конечно, вот запрос есть на сотрудничество с одной стороны с Единой Россией, с партией президента, и с другой стороны есть запрос на левую на левую альтернативу, на социальную справедливость. Ну вот из-за этих выборов даже поссорились очень крупно Геннадий Андреевич с Владимиром Вольфовичем. У них прям там какая-то конфронтация жуткая идет. Но вот системная оппозиция, она в очередной раз нашла своему проигрышу объяснения какие-то, причины ищут. День не тот, место не то, избиратель не тот, явка низкая. Сон плохой приснился. Сон плохой приснился. Да, ну вот на мой взгляд они просто эту компанию вообще не доработали. Да, вот как ты говоришь, единороссы ходили во дворы, чуть ли там не в каждую дверь стучались, они разговаривали с жителем, они объясняли им свои программы, то системная оппозиция, вот эти вот партии, которых по-моему 42 участвовало, да, в Един день голосования, их вообще видно не было, не слышно и не видно. А как так вообще? Ну да, Андрей Владимирович было бы с интересным слышать меня, в этом, конечно, выборы были не городские, да, в городе здесь постольку, поскольку участвовал. Он сейчас вообще в целом по страну уговорил. В Дзержинском район участвовал. Да, да, но все равно это не самое большое. Опять же, выборы не городской был. Аберация самая большая. Не думаю, что репетиция, но просто интересно послушать взгляд городского руководителя. В Дзержинском району у нас были до выбора областную думу, да, явка избирателей была сколько там у нас? 12% где-то. 12%, да, 65% по-моему набрал кандидатов. 64? Ну, 65 я округляю от Единой России. Прошло очень прозрачно. Пришли именно те люди, которые хотели поддержать своего кандидата или не пришли те, кто хотели вообще никого поддержать. То есть, результат объективен, жалоб нету, никаких, не было стычек, никаких подтасовок. То есть, достаточно все открыто и прозрачно. Заканчивая тему выборов, подведем черту уже. Скоро у нас мартовские выборы будут, главные выборы президента. Вот ближе к этому сроку поговорим. Мы вас приглашаем, тоже приходите, пожалуйста. И у меня вот еще вопрос. Вот город у нас, Волгоград, город-герой, он миллионник, но эта цифра, она вот порой колеблется и не в сторону увеличения. Есть ли какие-то планы, ну вот хочу сказать, что в свое время очень активно присоединяли территории, там и поселок, поселки Гуль-Королевы и поселок Южный даже, который по Гумраку, да, вот такие вот собирательства земель. есть ли планы, вот в ближайших планах присоединять, вот как эксперты там говорят и слухи гуляют, слухи гуляют на этом основном. Городище, среднее, Краснослободск, потому что там Волжский может быть. Сделали действительно Волгоград, город-миллионник, их всего у нас 15 в России, города определенного статуса, значения, так сказать, региональные центры. Обсуждений никакого нет о присоединении Краснослободск или городище к городу. Это свои муниципальные образования, сформированные своим образованием. То есть они могут спать спокойно, да? Спать спокойно, да. То есть они живут, существуют своей жизнью. Волгоград, город-миллионник, своей жизнью. А чем вообще, чем важен статус? Почему так важно сохранить статус города-миллионника? Другие нормативы. Вы знаете, совершенно другие нормативы с точки зрения межбюджетных распределений, согласно федеральному уровню. Во-вторых, это города-миллионники, это такие оплоты со стратегического развития тех или других регионов, на экономическое развитие которых опирается непосредственно федерация в целом. Пока только, так скажем, хочет опереться, потому что сейчас идет дискуссия о том, чтобы сделать 13 городов-миллионников городами федерального значения, то есть с отдельными субъектами федерации. С определенным статусом. Да, с определенным статусом. И, соответственно, да, и, соответственно, перераспределение бюджетных, прежде всего, налоговых отчислений в эти города. Вот тогда они станут действительно точками роста, потому что бюджет Волгограда вырастет как раз до 60 миллионов рублей. Миллиардов. Миллиардов, да. Я хочу сказать, что независимо от того, будут эти преференции федеральные или нет, Волгоград – это город с очень большим внутренним потенциалом. И, конечно, федеральные преференции нас поддержат, но у нас, у самих, есть очень большие возможности роста. Так что, я думаю, мы можем смотреть с оптимизмом. Пусть он даже осторожный, но оптимизм. Большие возможности вернуть то, что мы уже имели. То есть вернуть промышленность. А если вернется промышленность, то город совсем будет совсем по-другому смотреться. Волгоград – это тире промышленность, это тире равно успех. Потому что мелкий бизнес у нас слишком не может выйти на тот уровень, чтобы дать необходимый уровень налоговых поступлений, да, Андрей Владимирович? Ну, коллеги, близится чемпионат мира, он уже не за горами, меньше года остается до этого знакового события. Андрей Владимирович, готов ли город к встрече таких многочисленных гостей? Вы знаете, мы готовы и еще готовимся. Подготовка к этому мероприятию идет стремительными темпами, мы это все замечаем. Мы видим, как преображается наш потихонечку Волгоград-арена, главный стадион, где будут происходить все мероприятия. Также у нас идет благоустройство фан-зон в каждом районе. Более того, я вам хочу отметить положительную оценку международных наблюдателей. Это пресс-тур, который у нас был в городе. Недавно, да? Недавно. Они были два года назад и приехали сейчас. Мне целый день посчастливилось с ними общаться. И вы знаете, я практически у каждого из них услышал положительную оценку о тех изменениях, которые произошли. То есть они сравнили два года назад и сейчас. То есть когда изменения происходят на глазах, это как-то так более-менее... Да, разрывается. Но здесь они увидели колоссальный отрыв, что было, что есть. И плюс еще какие у нас перспективы, и они видят, что работы в этом направлении ведутся. То есть более того, они увидели отношение жителей непосредственно к этому мероприятию. Они иногда останавливались на улице и спрашивали жителей, а как вы? То есть с таким позитивом наши жители относятся к этому будущему мероприятию. Более того, позитивно относятся к тем гостям, которые приезжают. Это самое главное. И мне что заметилось на глаза, то есть международные наши наблюдатели, они смотрели какую-то подоплеку с точки зрения безопасности организации. Они не увидели людей с автоматами, они не увидели у нас танков на улице. Как не странно. Медведи с лалайками. Они вопросы задавали, и такой положительный эмоциональный фон у них в итоге появился, что это действительно настолько безопасная страна, настолько безопасный город, что сейчас, я думаю, когда они приедут к себе домой, положительные свои заключения напишут, что это прочитают потенциальные болельщики, которые действительно с удовольствием приедут. Тем более, что у нас есть волонтерский центр, который получил огромный опыт и Олимпиады в Сочи, и универсиады в Казани. Ребята и дальше продолжают обучаться. Более того, у нас идет работа непосредственно с другими образовательными учреждениями. Работа идет с другими молодежными центрами, которые примут активное участие в этом таком большом массовом спортивном мероприятии. Андрей Владимирович, я вот на вас смотрю, вы вот с такой любовью говорите про свой город. Я, конечно же, наша программа подходит к концу, и я всем нам и зрителям нашим желаю любить свой город. Он у нас замечательный, единственный, родной. Все у нас будет хорошо, правда, Андрей Владимирович? Да, любить и уважать. И уважать, да. Всего вам доброго. Смотрите программу 4 плюс 1 и телеканал Волгоград-1. До свидания.